Всё, о чём я буду говорить на своём канале Горожанка в селе, случилось на платформе Дзен. Но я размещу это, возможно, и на Ютубе. Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас идёт время предрождественских дней. И некоторые зрители просят, чтобы я сочиняла сказки. Вот я вам сейчас и расскажу одну забавную сказочку, которая случилась в предновогодние дни и вот теперь уже продолжается в предрождественские. На мой канал забрёл человек, который назвал себя Романа. Так пристал, так пристал, что я уже стала его подозревать в каких-то нехороших намерениях по отношению ко мне. Вот как вы считаете, дорогие зрители, может ли человек, который назвал себя телевизионным автором, шеф-редактором, режиссёром с двумя ТЭФИ за его проекты, пристать к вот такому блогеру, как я, у которого минимальное количество подписчиков, и писать, писать мне каждый день, и что-то доказывать, доказывать, и запрещать мне иметь своё мнение. Потому что я старый пожилой человек, он мне понаставил дистанционно различных старческих диагнозов, почему-то считает, что я питаюсь только одной просрочкой, я его убеждаю, что я состоятельная пенсионерка, что я питаюсь овощами и фруктами со своего сада, и имею возможность покупать свежие фермерские продукты, но он мне не верит и прогнозирует мне различные плохие заболевания. Все остальные оскорбления я ещё могла терпеть, но с последними его прогнозами я совершенно не согласна. В наш век информации, доступной, я набрала его имя и фамилию, и вот эти его регалии, и прочитала, кто он есть на самом деле, а он удивляется, что я так много про него знаю. Роман Артёмов, телевизионный автор, шеф-редактор, режиссёр, и вы прочитаете, и узнаете про него много интересного. Пересказывать не буду. Кому интересно, прочитайте. Итак, я начинаю рассказывать вам свою сказку в рифмованных строчках, которые очень многим не нравятся, и говорят, что это низкосортные стишки. Нет, это просто рифмованные строчки. Попробуйте вы так. Получится у вас? Тогда будем соревноваться. У романа нет романов, Сидит дома на диванах, В чужеродной он стране, Жизнь его совсем на дне. Он от жизни отстаёт, И к старушкам пристаёт, Промышляет в интернете, Заблудился на планете, Он в стране нашей родился. Но стране не пригодился, Убежал он из страны, Чуть не лопнули штаны. Колбасы он мало ел, На работе не потел. Есть такая информация, Что не та у него ориентация. Рому вдруг вот одолела, И проблема наболела. Там на Западе всё без проблем. Очень много таких тем. Разбирать здесь мы не будем. Благородненько забудем. Вот уехал в Лондон он, Сгинул из страны, Из нашей вон. Ну и там он не прижился, Хотя очень уж тужился. Смотрит блогеров русскоязычных, Старых, молодых, различных, И в полемику вступает. Думает, что много знает. Упрекает и хамит. Сам не знает, что творит. От бессилия слёзы льёт, И к старушкам пристаёт. Но старушке ты не нужен. Не позовёт она тебя на ужин. В доме у себя не разместит, И заботы её не окружит. Ты никчёмненький мужчина, Без жилья, без денег и без чина, И живёшь в своём тумане, Весь в иллюзиях и весь в обмане, В злобной вражеской стране. И забудь ты обо мне. Не пиши, я не отвечу, Не назначу тебе встречу. Мне, Альфонсы, не нужны, И все переписки завершены. Вот такой рифмованный конец. Дело, видимо, венец, А кто слушал, молодец. Вы, старушку, поддержите, Комментарий напишите. Только сильно не ругайте. Лайком, подпиской помогайте. Вот такая вот рождественская сказка Про романа, Который, извините, сдриснул с нашей страны, А теперь так нагло пристаёт к старушкам. Гудбай, роман, гудбай. И плохо обо мне не вспоминаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова